Привет, Селена, это Сергей Ульянов, и вы на моём канале. Сегодня по-прежнему 6 января, час 44 п.м. по калифорнийскому времени, пятница, 2023 год. Всем, кто меня знает, привет. Тем, кто ждёт продолжения обзоров на шоу, на реалити-шоу Милана Петрова Bad Russians, мы сейчас приступим. Пару вводных, немножечко я там заговорился. Я сделал обзор на первую серию, но обзор первых 6 минут занял у нас почти 50. 50 минут моего обсуждения, поэтому, если вы любите, если вам нравится формат моего общения с вами, пожалуйста, добро пожаловать. Если нет, то никто не заставляет вас смотреть это, вы здесь находитесь по своему собственному желанию. Если вам не нравится мой контент, пожалуйста, вместо того, чтобы сеять негатив, просто закройте это видео и двигайтесь туда, где вашему сердцу ближе всего. Что вы спросите меня, что-то Серёга начал раздеваться. Ну, во-первых, последних 7 месяцев я очень плохо выглядел, подтверждение тому есть на моём канале. Я проделал путь в этом году из Беларуси в Украину, из Украины в Румынию, из Румынии в Турцию, из Турции в Мексику, из Мексики в Америку. И у меня не было денег, это было очень сложно, это было очень страшно, у меня не было ни средств, ни возможностей за собой ухаживать, чтобы выглядеть как-то прекрасно, как-то прекрасно. И поэтому сейчас, когда я чувствую, что я выгляжу хорошо, когда я вижу, что аудитория приходит на мой канал новая, мне хочется, конечно, и себе нравится, и выглядеть круто, и с вами быть как-то на одной волне. Ну, и плюс, вы помните, мне 35 лет, и я... Тут не так уж много, может быть, у меня осталось времени для того, чтобы покрасоваться. Потом буду когда-нибудь пересматривать свои видосы в 108 лет и смотреть, Серёга, посмотри, какой ты был молодой, красивый, и какие же у тебя были комплексы. Я, кстати, себя снимаю всегда там со всякими, и с герпесом, и с прыщиками, и с потевшим, потому что я точно такой же человек, как и вы. И у меня вот есть... Видите, я как... Типа якобы сумбурно себе... Как будто бы так было не задумано, что у меня выбирает одна фишка. Но на самом деле я хочу это видео потом когда-нибудь посмотреть, посмотреть на себя дерзкого, бодрого через много лет, и порадоваться тоже за то, что у меня такое было время, когда я был такой рисковый, и... Надеюсь, и мы останусь. Поехали смотреть шоу. Так, нужно поставить у меня тут скорость, да, чтобы за авторские права меня никто не штрафанул. Ну, вкусно, вкусно. А что вы, чем вообще, ну, питаетесь? Ебать! Давайте про... Немножко про наркотики скажу, что... Я в прошлом выпуске говорил на тему в первой части обзора первой серии, говорил о том, что в США многие, кстати говоря, принимают... Не принимают наркотики, а курят траву. И для меня, я честно скажу, что такой шок от того, что всю жизнь мне там рассказывали то, что какое... Как это страшно! Как это... Люди умирают! Просто все, кто сидят на легких наркотиках, все переходят на тяжелые, и так далее, и так далее. Ребят, ну, вот я сейчас живу в стране, в которой наркотики разрешены, я имею в виду трава, да, и... Ну, как-то я вот вижу, люди при меня покурили, побеседовали и пошли дальше. То есть нет вот этих вот часовых буханий, застолий, потом какой-то драки, мордобоя, вот этого блевания в туалетах, там, поножопщины вот этой вот старой доброй русской. Люди сделали три, там, два, там, две затяжки, и пошли заниматься своими делами, там, ведут какую-то светскую беседу, и я клянусь, я не понимаю. То есть одно дело, там, когда мы говорим про тяжелые наркотики, там, понятное, там, это разрушение мозга, разрушение, там, костей, там, да, собственно, зубов, кожа и прочее. Когда речь идёт о сигаретах, даже вот, как я заметил, американцы говорят, слушай, вот сигареты, это лучше, типа, там, покури травы, это хотя бы, типа, натурально. Короче, против я пропаганды наркотиков, но честно вам скажу, что... Вообще, я вообще ненавижу это слово пропаганду, у него какой-то странный контекст, но хочу сказать, что, ребят, нам всю жизнь рассказывают какую-то хуету, особенно на российском телевидении. Я не знаю, почему, почему это происходит, почему нас всю жизнь обманывают, и то, что алкоголь выдают за какую-то национальную традицию, а просто покурить, типа, и, типа, посидеть, послушать музыку, это, это как, это что-то из ряда вон выходя. Я клянусь, я не знаю, может быть, там, у президента какая-то монополия, какие-то свои виноводочные заводы, как это обычно, там, и становится известно впоследствии, и поэтому пропаганда наркотиков, типа, травы, там, запрещена. Но не видел ещё ни одного человека, который бы, что-то с ним случилось плохое после курения травы, а зато много, очень много видел людей, с которыми случились очень плохие вещи, вплоть до смерти, которые употребляли или кого-то, там, да, что-то происходили, какие-то тяжёлые события физические, физического какого-то причинения вреда тем, кто употребляет алкоголь, поэтому я сам не, честно скажу, не фанат я травы, да и вообще я не очень фанат, чтобы выпивать, это скорее, там, какие-то раз в год, поэтому шутку ребят ценил, но хотелось сделать свою такую маленькую ремарочку. Я ничего из этого не покупал, я не знаю, откуда это всё. Охуеть, это вот всё в эти платья? Я просто питаюсь только в доставке, Олег, в принципе, тоже со мной, но иногда он что-то покупает для себя, чтобы приготовить завтрак, что-то такое. О, а можно такую штуку попробовать? Можно. Когда залетел продюсер, начал что-то расспрашивать за виллу, сколько час стоит, начал лазить по всем углам, я думаю, блядь, убрали ли мы все салфетки, которые оставили прошлой ночью. В каких странах? Я хотел сказать, что, когда ты смотришь первый эпизод, это, конечно, чувствуется о том, что ребята, что они ещё раскачиваются, то есть что они ещё начинают создавать какую-то атмосферу. Первый выпуск в этом смысле самый такой раскачивающийся, но тем не менее от него невозможно оторваться. Он привлекает своей атмосферой чего-то того, что ты никогда не видел, ты никогда не знаешь, что произойдёт в следующую секунду, и ты присматриваешься, прислушиваешься, ты пытаешься угадать, что реально, что постанова. И в первые секунды, конечно, слышно вот эти все разговоры про то, что мы трахаемся. То есть для васейня, ну, конечно, наверняка пара в классных отношениях, они занимаются сексом. И я, в принципе, ничего против не имею того, чтобы честно рассказывать про то, чем вы занимаетесь. Но помимо того, что каких-то эпатажных фраз, можно действительно рассказывать ещё и какие-то классные, не знаю, тёплые семейные какие-то традиции, если они есть. Я, конечно, понимаю, что это всё не будет набирать просмотров, не будет набирать просмотров. Поэтому, ну, давайте вот, может быть, моим блогом подтвердим то, что если ты будешь разговаривать не только про, да, вот, нарочито проеблю, то, наверное, есть на свете люди, которые готовы без вот какого-то такой желтушной истории реагировать на интересный контент. Я сначала полетела в Грецию, пожила полтора месяца в Греции, потом полтора месяца в Испании пробыла. Но я летела просто в Шенген, я не делала никакие документы. Потом полетела на Сейшелы отдохнуть на месяц. У меня была остановка в Турции, я хотел сделать пластику. Подожди, а в смысле пластика, типа? Вот я знаю, что ты, ну... Про переезду сейчас вообще весь мир, конечно, изменился. У меня вот буквально вчера вот в чате мы с ребятами, с которыми познакомились в Турции, я списывался, и там, кто где, там, девчонка одна на Бали, кстати, тоже, другой парень в Грузии, я в Америке. И так вот все, кто в Польше, я только вижу постоянно эти уведомления, изменился номер телефона, изменился номер телефона, переехал сюда, переехал туда. И это все, конечно, прикольно, и на реалити здесь вообще никто об этом не говорит, про то, что вот, а, ну, там, я полетела, отдохнула на Сейшелы, наверняка, то есть, вот эта вот ситуация, когда ты, даже если у тебя есть деньги, и все хорошо с доходом, все равно тебя это, ты же не можешь там находиться все время, там, да, то есть, нужно делать либо вид на жительство, либо нужно делать какую-то рабочую визу, да, там, разные виды, либо просто уезжать дальше, да, куда-то ехать. Поэтому оно вроде как все звучит, там, Сейшелы, там, Турция, туда-сюда. По факту, прошу прощения, по факту, конечно, это стресс. И мне, как взрослому человеку, конечно, было бы больше интересно узнать, при каких обстоятельствах человек уехал, почему не остался там, что понравилось, что не понравилось, почему Бали из всего предыдущего, как вы будете справляться с тем, что, там, есть ограничение срока пребывания. Например, сейчас в Турции многим русским, которые получили там вид на жительство, сейчас отказывают. Вроде казалось бы, там, дали на полгода вид на жительство, человек пришел его продлить, показал, что у него есть доход, показал, что он живет здесь, что он никуда не уехал, приходит продлить свой вид на жительство, ему дают отказ. Вот это сейчас актуальная проблема у меня у друзей, многим так. И вот мне, конечно, было бы интересно послушать эту историю. Я, конечно, смотрел интервью Миланы на пушке, там, где она говорит, что вот буквально там уже на вокзале она стояла, там, да, и кто-то там, какие-то женщины ей кинули, что там, это типа педик или что-то в этом роде. Ну вот хотелось бы об этом в шоу тоже узнать. Ладно, ребят, давайте поехали дальше. Укола, это получается, ну, как губы, и? Я делал просто уколы красоты. Уколы красоты, так это называется, окей. Подожди, а при чем здесь, ну, типа, пластик, ты хочешь что-то видеть? У меня сейчас в декабре планируется три пластические операции. Нахуя? Ну, я хочу быть более женственной, и... Ну так, я не принимаю свое тело до конца, это не обещаю проблем, и я планирую его менять. Вот многие сейчас смотрят это реалити, думают, блядь, мужик в юбке, что-то заделся, мните себя, женщину. Что могу сказать по этому поводу? Мне похуй на мнение бланжей абсолютно. Просто посмотрите на себя, во что вы одеты, и посмотрите на меня, как я охуенно выгляжу, как я охуенно живу. Да? Завидуйте суки. Но своим поклонникам и зрителям, моим любимым, передаю привет и желаю приятного просмотра на его первое реалити-шоу. Это будет охуенно. Хочу вот сказать на тему Миланы, не помню, говорил я об этом в прошлом выпуске или нет, но вот после того, как произошло вот это преображение в девушку, для меня этот персонаж действительно стал... Ну, то есть она как будто стала целостной. Да, я, по-моему, говорил об этом, но хочется еще раз сказать, что насколько ей идет, насколько ей идет ее образ, насколько ей идет ее внешность, и хочется только порадоваться. Я заходил на канал и видел предыдущие ролики еще из прошлой жизни, и когда она была парнем, она была обаятельным парнем. Ну, сейчас она выглядит потрясающе, и я... Мне осталось только порадоваться. Что касается пластики, уколов красоты и прочего, я здесь... Каждый сам себе... Знаете, вот я хочу привести пример, может быть, он будет не совсем корректный в данной ситуации, но я хочу все-таки его озвучить. Вот возьмем, например, Юлю Волкову из Тату, да, которая известна тем, что, да, очевидными операциями, не операциями, а там уколами, которые... и в том числе операциями тоже, но неважно, которая абсолютно очевидна и много лет еще там отрицала то, что изменила свою внешность. Вот смотрите, вот мы часто, вот как люди, которые... или там, наверное, может быть, будет правильнее даже пример привести с Гвен Стефани, да, как... я не знаю, вы видели, как она сейчас выглядит или нет, она сейчас выглядит как будто бы... она просто заново родилась как будто, то есть настолько она эффектно, шикарно выглядит. Вот две противоположности, да, Юлия Волкова и Гвен Стефани. Я хотел сказать о том, что брюнетка-блондинка, да, все по-своему, все по-своему, у всех свой шарм, своя харизма, свои... все свое, но я хотел сказать о другом, о том, что я... однажды у меня было в прошлом году в свидание с 18-летним... нет, с 19-летним парнем, и я включил что-то у меня... у меня такая, знаете, бывает... периодически я думаю, что если вы ходили на свидание со взрослыми парнями, у них иногда бывает... я когда сам был там 16-летним, ходил на свидание с парнями взрослыми, они... у них всегда есть какая-то такая минутка образования, да, и, в общем, я такой этому парню говорю, а вот ты знаешь про там... а это как раз-таки были тогда выборы в Думу, когда Юлия Волкова подавалась в Думу, я говорю, ну и, мол, что ты думаешь, мол... он такой говорит, ну, слушай, ну она так классно выглядит, мне она нравится, вот, ну, типа, она, конечно, полную хуйню, типа, несет, но как она выглядит, она прям шикарная женщина. Я говорю, слушай, ты... я говорю, ты правда так считаешь? Я говорю... он говорит, да, типа, мол, ну, видно, что такая дорогая, прям такая женщина, которая, там, знает себе цену, ну, типа, за собой ухаживает. Я такой задумался, я ему показываю, я говорю, слушай, а ты видел, как она раньше выглядела? Он говорит, я не уверен. Я вам показываю клип «Я сошла с ума», и он такой говорит, да, это действительно как будто бы два разных человека, ну, действительно, там, сейчас вот сколько ей... мне сейчас 35, наверное, ей, значит, где-то 37, потому что навсегда, я помню, когда мне было 13, ей было 15. Она на два года мне старше, и когда она снималась в клипе, ей было 15. Да, 15-37, безусловно, это два разных человека, тем не менее. Он говорит, то есть, я в этот момент задумался, что есть люди, которые встречают тебя в первый раз, и они не знают, как ты выглядел раньше, то есть, они тебя ни с кем не сравнивают, они просто видят тебя сейчас, и ты им либо нравишься внешне, да, либо нет. Вообще, я стараюсь, в принципе, с людьми, которые ценят, ну, людей воспринимают по внешности, ну, не общаться, не поддерживать отношения, потому что это очень, на мой взгляд, короче, я, это не моя, это не моя тема, я за внешностью всегда есть что-то большее. Иногда-то бывает поговорить с человеком, и каким бы он симпатичным ни был, ты понимаешь, что ты даже, там, условно, у меня был такой период, когда я встречался, я знал, что я, ну, встреча, что это встреча для секса, то есть, мы сразу договаривались, и многие парни, они такие говорят, мол, слушай, ну, давай там сначала, там, типа, выпьем, там, кофе или, там, бокал вина, там, выпьем, там, или, там, что-нибудь, типа, сначала вместе посмотрим, и я уже понял, что часто, когда ты просто начинаешь с этим человеком смотреть, там, что-то, или разговаривать, ну, ты же за этой чашкой кофе или вина, там, что-то, там, вы, конечно, ведете какую-то беседу, ты понимаешь после этой беседы, что ты уже не хочешь никакого секса, там, был симпатичный человек, внешне, но когда ты начинаешь общаться, все, сори, там, как бы, ничего не будет, и я просто хотел сказать, я даже в какой-то момент, когда понял, что, ну, если я хочу сегодня заняться сексом, то я, как бы, настаивал на том, что мы не будем, мы не будем сегодня ничего смотреть, не будем ничего обсуждать, не будем пить никакого кофе, просто пришли, если что, потом, после-после, можем попить этот кофе и так далее. Короче, по поводу внешности, да, каждый человек за внешностью видит характер, харизму и так далее, и я помню, мне когда-то писали, мол, зачем ты сделал себе татуировки на веках, ты же себя, типа, мол, испортил. Я думаю, ну, вот те, кто, типа, судят меня по внешности, ну, I'm sorry, как бы, я не... нам с вами просто не по пути, поэтому... Я не люблю ничего сравнивать, никого, ни с кем. Я просто хочу сказать вам о том, что, когда в вашу жизнь приходят новые люди и не знают вас такими, какими вы были раньше, для них... они смотрят на вас с нового чистого листа, и какая бы там... какие бы изменения внешние, внутренние не произошли в вашей жизни, они об этом не знают и не будут вас осуждать. Поэтому в этом смысле проще... в общем, если вас осуждает кто-то за вашу внешность, проще найти новых людей, которые будут вас просто поддерживать. Я думаю, многие узнали Милану уже начиная с ее этого образа, поэтому для них, наоборот, будет шоком то, что... как что-то с ней было... посмотреть, надо наблюдать за тем, как происходило ее преображение. В общем, делайте то, что вы считаете нужным. Главное, чтобы вам было с этим жить комфортно. Вот. Ну, будьте аккуратны, да, а вдруг вам не понравится, и тогда... тогда нужно будет что-то придумывать другое. Это уже другое решение. Так, поехали дальше. Ну, я пока боюсь принимать гормоны, от них не работает член. А, окей. Ладно, пойдем дальше. Мужчины знают, что лучшая женщина женщина с членом. О, я... Так, ну, на эту тему я в прошлом видео разговаривал. Кстати, мне было, честно скажу, я человек любопытный, и мне было интересно узнать, планирует ли Милан действительно менять пол полностью, либо собирается оставаться, условно говоря, там, да, с теми половыми признаками, которые у нее были. И я, честно скажу, я благодарен, там, да, за этот уровень искренности, открытости и доверия к своей аудитории, потому что, я не знаю, я лично очень сильно это ценю, потому что, когда человек пускает тебя в свою личную жизнь и дает тебе возможность узнать, ответить на самые такие непривычные для нашего бытового общения темы, вы же понимаете, что за этим происходит? С человеком остаются только те люди, которые его принимают, и те, которые хотят с ним быть таким, какой он есть. И если ты этот человек, то ты окружаешь себя, ну, вот, принимающими тебя людьми. Поэтому рисковать и говорить правду, говорить искренне, позитивно, положительно рисковать, оно в итоге приводит к тому, что вот сейчас вот я здесь, и я так восторженно об этом говорю, мне кажется, это тоже важно. Срач, конечно. Слушай, ну, небольшой творческий беспорядок. Мы просто только что приехали в Россию, но вы... А сколько такие стоят? Да эти не торгут. Вот эти вот дорогие, по любому, я знаю, синие. Не-не-не, долларов 400-500. Вот эти? Подожди, в твоей комнате, где спальня, есть ванная? Да. Я никогда не снималась в реалити, единственное, в чем я участвовал, это какие-то постановочные съемки, поэтому этот опыт для меня такой прям... Я очень волнуюсь на самом деле, скажу честно, никогда не снималась в ничем подобном, но надеюсь, что он вышел прикольно. Вы в этой комнате с молодым человеком живете, вот с Олегом? По поводу реалити, мне как человеку, который я работал на проекте «Главная сцена» в команде Уолтера Афанасьева вместе с Леной Кипер, она работала вторым продюсером в команде. Я понимаю, что такое реалити, и каким образом какие-то информационные поводы создаются, и мне хочется сказать о том, что, конечно же, я думаю, что ни для кого не будет сюрпризом или каким-то откровением, что, конечно же, в каждом эпизоде есть какие-то моменты продуманной драматургии, о чем сегодня будет речь, чем мы закончим этот выпуск, для того, чтобы люди его смотрели. Поэтому просто надо знать это, держать это в голове, для того, чтобы не пускаться в какие-то там, да, типа, о, как же, как... Прошу прощения, как же он мог это сказать, вот это вот все. Давайте просто разбирать ситуации, наблюдать за ними со стороны, а не погружаться вот в эту гущу событий, да. Быть всегда наблюдателем со стороны, оно как-то немножко добавляет адекватности. В разных комнатах я специально снял вилл с двумя спальнями, потому что личное пространство для меня очень важно, я прям с ним это проговорил, и он оказывается такой же. То есть мы спим в разных спальнях, и просто встречаемся утром, там, за завтраком проводим время, но когда идем спать, мы идем в разных комнатах. На чем вот? По поводу разных спален, вот для меня это, конечно, вот пока не непривычный опыт. Я честно скажу, что я, конечно, очень ценю свое личное пространство, и мне как раз-таки очень нужна своя личная отдельная комната, желательно, чтобы она еще была как-то очень сильно вся там защищена от посторонних звуков. Вот этого у меня здесь в Америке нет, и я постоянно слышу своих соседей, например, слышу, когда они ходят в туалет, и я понимаю, что... Вот я сейчас в прошлое видео записывал достаточно таким тихим, спокойным голосом, я сейчас знаю, что никого дома нет, и поэтому я могу поговорить как-то в полную силу. А так ты все время немножечко сжат, ты все время в какой-то коробочке, ты все время... Это очень сильно мне лично мешает, поэтому я круто... Я бы очень хотел, честно скажу, отдельно, прям... Я очень сильно скучаю по своей квартире однокомнатной, где я мог позволить себе, там, не знаю, ходить без трусов, ходить, там, какие-то делать, какие-то видосы снимать, не боясь, что я кого-то там постоянно... Постоянно, ну, кому-то будут соседи мешать или что-то, постоянно там песни какие-то писать, какие-то демки орать целыми сутками, постоянно там какие-то уроки на гитаре, на фортепиано, постоянно там громко музыка играет, потому что я огромный меломан, и очень этого не хватает, но при этом мне, конечно, хотелось бы... Если жить вместе с молодым человеком, то, конечно, хочется там разные комнаты, просто личное пространство, в Америке это вообще как бы, типа, само собой разумеющееся, типа, есть рабочая комната, типа, есть спальня, есть гостиная, там, есть прихожая, есть кухня, там, есть входная зона, там, какая-то там, да, и все это разные-разные комнаты, там, есть гостевые комнаты, там, да, и все вы можете, типа, условно пересекаетесь вы, типа, там, спите в отдельных комнатах, пересекаетесь вы в общем пространстве, где-то там между кухней, гостевой, прихожей, ну, короче. И единственное, что мне, конечно, хотелось бы все равно, то есть, вне зависимости от своей, имея рабочую комнату, спать со своим любимым человеком в одной постели, обниматься, мне это очень важно. Поэтому это было прикольно, я слышал там то, что, например, Ирина Хакамада, по-моему, со своим мужем, который, к сожалению, скончался в прошлом году, по-моему, тоже они спали в разных постелях и там приходили к кому в гости периодически, вот. В общем, это прикольно, это прикольно. Это прикольно, пока не знаю, как реагировать, очень интересный опыт. Сейчас зарабатываешь, да, потому что мы давно не общались на эту тему, вот я знаю, что у тебя есть вот красивое королевство, да, и твои личные каналы, несколько пабликов, телеграмм, да, несколько пабликов, может, еще какой-то может появиться еще чуть-чуть. Возможно, да, пусть у нас есть инфопродукты, сейчас вот книгу пишу. Книгу пишу? То есть сам, да. О чем? Книга о моей личной жизни, там, секс-истории, романтические истории. Я извиняю, я просто представляю сразу секс-истории, я знаю, что твои истории, они как бы всегда будут, ну, выглядят настоящими, и типа они могут максимально в деталях для тебя писано. Да, я так и пишу. Пройдем коллегу, нужно беспознавать. Давай, давай, давай. Если честно, больше всего я отвержу... По поводу, ну, я уже выражал восхищение... Милане за то, что она охрененно просто умеет зарабатывать деньги. Это классный талант, и хочу сказать спасибо этому шоу, потому что оно немножечко... Во-первых, из каждого из этого шоу можешь взять что-то свое. Я вижу, что кто-то критикует, кто-то там кринжует. Я в этом шоу нашел для себя огромное вдохновение. Я вижу молодых людей успешных, которые зарабатывают, которые живут так, как они хотят. Говорят то, о чем они хотят. Говорят то, что думают, и при этом живут свободную, счастливую жизнь. И для меня это, конечно же, это вдохновение, в первую очередь. Во-вторых, я вижу, как они создали проект. Я тоже достаточно давно думал, еще в прошлом году, еще когда находился в Турции, еще думал создать проект о беженцах, которые переехали в другую страну. Я уже об этом говорил в прошлом выпуске. В общем, они не делают то, что не сделал я, и то, что я очень хотел сделать, и то, к чему я очень сильно стремлюсь. Я стараюсь жить тоже сейчас, как вы видите, свою свободную жизнь. И все это, по итогу, приводит нас к тому, что мы видим. Те, кто негодуют, остаются там, где они есть, потому что они отрицают то, что им это нравится на самом деле, что они хотят так же. Я, посмотрев это видео, вдохновившись, начал снимать видеоблоги, начал придумывать какие-то интересные идеи, начал, короче, заварила голова, и пошел процесс. И я хочу сказать спасибо, нужно благодарить тех людей, которые дарят тебе вдохновение, дарят тебе вот этот прилив креатива, и вообще то, что они тебя развлекают, дают тебе возможность классно провести вечер. Ведь на самом деле многие этого не знают и не понимают, что... Вот мы там часто... У меня вот, например, в детстве была такая певица Акула. Оксана Пачепа нынче ее зовут. Не знаю, в курсе вы, не в курсе. Ну, таких много, на самом деле, примеров. Там, когда ты слушаешь... Или вообще был такой пример, типа, песни из мемов, да? Когда создаются, типа, 15 сантиметров, 15 сантиметров там, да? Вот эта вот история, да? Когда ты слушаешь просто мемы, и тебе кажется, что это, типа, как будто бы... Ну, типа, не музыка. Ну, и как будто бы, вроде бы, я сам с этого смеюсь. Если это, например, не смешная песня, я, типа, с этого якобы кринжую, да? Я с этого кринжую. А на самом деле, вот, мне об этом показала моя статистика Яндекс.Музыки. Раньше, когда я слушал Яндекс.Музыку, смотрел свои итоги года, и я просто охреневал. У меня там была песня, например, любимая, над которой я кринжевал. Я кринжевал над этой песней. Татьяна Овсиенко «Набери мой номер». Автор Оля Серябкина из... Уже сольный артист давно, и уже не нужно там добавлять, что она из серебра. Тем не менее, этот трек у нее выходил на ее альбоме, и я узнал о том, что через там паблики, о том, что через подслушанное серебро, о том, что она за... Что эта песня писалась там, была изначально исполнена Татьяна Овсиенко. И когда я услышал эту версию, она меня очень сильно, якобы я под нее кринжевал. Но потом, когда я увидел результаты своего года, я понял, что это самая моя прослушиваемая песня в плейлисте за этот год. Она на первом месте. И мне было так одновременно и как-то и стыдно. И как бы я подумал, блин, Серега, как же ты сам себя обманываешь? Ты думаешь, что ты, типа, на самом деле над этим стебешься? На самом деле это то, что ты потребляешь, ты это слушаешь, ты это смотришь. Поэтому, ребят, пожалуйста, относитесь осознаннее к тому, что вы смотрите, то, что вы выбираете. Потому что это и есть то, что вы смотрите, это вы и есть. Даже если вы говорите, ой, я посмотрел это, посмотрел какой-то трэш, на самом деле вы и смотрят, это вы и есть. Это не то, что вы сказали, это трэш, значит, это как будто бы не считается, что вы это посмотрели. Вы это посмотрели. Поэтому здесь вот самая важная, наверное, мысль из этого исходящая. Если вам что-то не нравится, пожалуйста, не отправляйте это никому, не делитесь этим ни с кем. И тогда это то, что, по вашему мнению, является незаслуживающим вниманием контентом, этого никто не увидит. И он просто сам по себе закроется, он пропадет и исчезнет из трендов отовсюду. Но если вы будете кидать ссылку, вот, посмотри, вот это жесть, вы будете таким образом распространять это. Поэтому, ребят, либо признайтесь себе в том, что вам это на самом деле нравится, либо просто не распространяйте то, что вам на самом деле не нравится. Вот такой вот у меня спич, это прямо от всей души. Так, что-то я хотел еще сказать про книжку, про книгу. Как же она называется? Новая книга Миланы Петровой про ее предыдущий опыт отношений с мужчинами. Давайте я, наверное, об этом скажу попозже. Давайте я эту тему попозже разберу. Сейчас давайте посмотрим дальше. История? Я извиняю, я просто представляю сразу секс истории, я знаю, что твои истории, они как бы всегда будут, ну, а, блядь, настоящими, и типа они могут максимально в деталях, блядь, уписаны. Да, я так и пишу. Пройдем к Олегу, нужно без безназначения. А, давай, давай. Если честно, больше всего я переживала по поводу Олега. Как только команда забежала на виллу, начали меня снимать. Дело в том, что у Олега нет опыта съемок, и перед реалити я больше переживала скорее о нем, чем о себе. Привет. О, охуя себе. Привет, меня зовут Олег, я парень Яны, мы вместе живем на Пале. У меня 21 блот, конкретно я себя в чем-то еще не нашел, но я уже успел попробовать несколько проектов. Это был бизнес, связанный с торговлей, и в дальнейшем я тоже в этом ремесле пытаюсь двигаться, что-то придумывать. С детства я занимаюсь борьбой, и в том числе это разный вид единоборств, как ММА, бокс, бразильское джиу-джитсу. Для меня это первый видеопроект. На самом деле, есть немного такая зажатость, то есть, ну, вы это можете видеть. То есть, в первых сериях, я думаю, точно я буду такой немного застенчивый. Я надеюсь, что эта реалити поможет мне как-то раскрыться как-то для себя, так и для вас. Поэтому смотрите и как будьте. Мне очень понравился выбор музыки на фоне. Если кто-то не знает, это прям всегда используется в каких-то таких романтических сценах, когда, типа, заходит девушка в кабинет, и тут ее видит парень. У него, типа, мы видим картинку его глазами, и вот, типа, девушка идет в рапиде, у нее обязательно развиваются волосы, там, да, кто-то стоит словно с вентилятором, да, и у нее развиваются волосы. И она просто, там, типа, там, привет, как тебя зовут? А на самом деле, там, он просто себе это представляет в голове, а она, там, говорит, эй, 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 алло. Короче, оценил я эту историю. Про Олега много говорил в обзоре третьего эпизода, поэтому сейчас, наверное, не буду сильно останавливаться. Единственное, что я как-то помню, что после первого просмотра первого эпизода я не обратил внимания на его опыт в единоборствах. И, конечно же, когда ты видишь, конечно же, сразу, сразу, когда появляется парень, да, много вопросов, там, да, типа, какие у вас отношения, типа, там, кто, кто, что. Ну, то есть, я могу сказать честно, что я могу из себя, там, строить какую-то интеллигенцию 258 раз, могу, там, очень обходительным быть. Но первая мысль, когда я увидел Олега и Милану, я подумал, как они трахаются. I'm sorry. Ну, как бы, я это, если мы будем честно говорить, о чём я подумал, я подумал, там, у меня были вот такие мысли, типа, там, там, типа, ну, в общем, вы понимаете, да, кто, кто, там, Олег только ли или не только ли, в общем. И я считаю, что, ну, в общем, так как мы, так как мы имеем право, да, смотреть, наблюдать за этим, мы можем это обсуждать. И я хочу честно сказать о том, что я не идеальный. И да, у меня вот такие вот грязные мысли в голове, и я это признаю, я хочу быть открытым с вами, потому что, да, возможно, это не самое то, чем нужно, там, то, что нужно озвучивать. Но если я буду говорить честно и прямо со своей мысли, я думаю, что я получу взамен такую же обратную, честную, искреннюю обратную связь. И что ещё хочу сказать, что, конечно же, эта пара, это уже повод, ну, то есть здесь сами по себе отношения, да, я, конечно, понимаю, откуда взялась эта история про то, что, про эти слухи про то, что якобы Милана, типа, взяла на прокат, условно, в эскорт Олега, просто потому что сама по себе эта концепция таких отношений, она уже очень скандальная, там, да. Большинство людей почему-то по какой-то причине, несмотря на то, что сейчас 2023 год, всё равно ещё эйджисты, и для кого-то разница в 5 лет является какой-то просто мозговыносящей, хотя, ну, давайте посмотрим прямо правде в глаза то, что это нормально, да. И, там, это то же самое, что, я не знаю, там, условно, там, Олег, по-моему, ниже же получается Милана, да, и ты, типа, как мужчина не может быть ниже, или, там, не может быть младше, или женщина не может больше его зарабатывать. Ну, то есть тут сама ситуация, в которой ты сразу находишься в ситуации, когда хочется что-то там как-то подумать, что-то написать, какой-то коммент. И, в этом плане, конечно же, я помогу понять людей, которые думают, что это постанова, потому что это, ну, я уверен в том, что это не постанова, просто посмотрите на жизнь Милана, у неё вся жизнь просто выбивается из рамок общественного мнения, потому что человек живёт совсем другую жизнь, и поэтому любое что-то такое для неё обычное будет казаться суперпиздец из ряда вон выходящим. Наверное, пока на эту тему сказал всё. Здорово! О, доброе, доброе. Олег вошёл в кадр, и первое, что я подумал, я хочу ему отсосать. А можешь банку показать? Уф, Уф, Уф. Я хочу сказать просто классные, классные. Это очень, если кто-то, я не знаю, это очень прям честный комплимент, да? Ну, ведь часто мы, когда мы видим нашего любимого человека, там, это действительно то, чего мы хотим. Мы не хотим обниматься, мы не хотим, мы действительно просто хотим отсосать. Окей, я хочу отсосать своему любимому человеку, когда я вижу его, и я понимаю, что, ну, то есть, это же тоже влюблённость, да? Я не буду там «мы», «вы», действительно бывают такие моменты, когда ты видишь человека, и ты понимаешь, что ты как бы, ты хочешь одного сейчас, и это как самый высокий комплимент и выражение любви тоже, ведь мы все любим заниматься сексом. И я хотел сказать о том, что когда я первый раз смотрел это, я подумал, что эта фраза была сказана для эпатажа, но сейчас я понимаю, что я готов запринять за собой то, что я действительно, когда вижу своего любимого человека, я тоже хочу этого. Осталось сейчас его найти. Ебать! Вот это да! Яна, это Олег, правильно? Это твой молодой человек. Как вы познакомились? Мне писали несколько сосен парней. Давайте я, наверное, всё-таки продолжу тему отсосать. Раз у нас уже такая пошла искренность и честность и правдорубство, я хочу сказать о том, что... Ладно, в следующий раз. Но один меня зацепил. Это был Олег. С Яной мы познакомились два месяца назад. Мы в Телеграме списались, пошло-поехало знакомство. Какие твои были первые ощущения, когда ты увидел Яну? Ну, там, переписки, пообщались. Как вообще-то красота. Я такой, ну, с топа фото в жизни, я такой постоянно сидел, типа, блин, такая красивая, вот такое, типа, комплименты. Я в таком мне сознании был, что я вообще здесь. На первой встрече мы так смущались. Вы увиделись именно здесь, на Баре. Она тоже удивлена была, насколько я красивый, и я был удивлен, насколько она красивая, и такая вся приятная, добрая. Слушайте, смотрите, я увидел здесь балкон ваш. Честно скажу, история знакомства Миланы с Олегом, она меня просто поразила. Я уже немножко говорил об этом в третьем выпуске, о том, что, во-первых, очень сложно себе представить то, что действительно человек написал в Телеграм Милане. Во-первых, я подумал, а как он нашел этот Телеграм? Потом, когда я понял, когда я решил разместить свое видео в пабликах Миланы, первый свой обзор, я понял, что, на самом деле, найти личный Телеграм Миланы совершенно несложно, если ты это хочешь сделать. И поэтому вот эта, типа, какая-то история заговора, что это постанова, что невозможно так связаться с человеком, это, ну, как бы, ну, это возможно. Это возможно, особенно если ты заходишь. В принципе, можно связаться с любым участником шоу лично, и это круто. Это круто, и я хочу сказать о том, что для меня даже больше не то, что там Олег написал. Олег написал, и я тоже говорил о том, что я никогда не решался раньше такого сделать. Хотя ведь ты можешь, действительно, ты можешь получить отказ, но вдруг, если ты получишь согласие, что будет? Как же это круто! И тут даже больше вот этого момента меня затронула вещь в том, что они не встречались лично, и как-то по переписке там поняли, что хотят увидеться. Милана там приобрела эти билеты, насколько я понимаю, до Бали, и они встретились. Ну, то есть, вау! Ну, то есть, у меня последний раз такая история была, я в 2000... Короче, мне было лет, наверное, 22, я не знаю, максимум 22. Я так переписывался с парнем из Москвы, и в итоге, когда я приехал в Москву, он даже со мной не встретился. Ну, то есть, у меня не было денег, я поехал сам автостопом в Москву. Автостопом, блядь! Приехал, значит, у меня тогда не было еще мобильного телефона, у меня был его телефон, я подходил к людям в метро, говорю, да можно я позвоню? И я такой набираю, я слышу такой голос, типа, привет. Я говорю, я приехал, давай встретимся. Он такой говорит, я, сори, я не могу. А я помню, что он там жил, по-моему, на станции метро Сокол, я, значит, все равно думаю, я доберусь до него все равно, я приезжаю на станцию метро Сокол, еще одного человека прошу телефон, звоню ему, а он такой лежит, я слышу, что он в ванной лежит, и говорит такой, типа, мол, сори, я там болею, короче, я не готов, мне нужно подготовиться. И, короче, я думаю, ёп твою мать, я приехал, я приехал, чтобы с тобой встретиться. Ну, то есть, вы же понимаете, что это всегда риск? Ну, как бы я сейчас понимаю, что любимый человек тебе бы заплатил бы за этот билет, купил бы тебе его, или как бы вы бы придумали, или он хотя бы тебя бы встретил, или бы... Короче, это все было так неадекватно, и, конечно же, я сейчас могу сказать спасибо этому человеку за то, что он поступил именно так. Это дало мне, научило меня фильтровать чуть-чуть, по чуть-чуть. Я, конечно, та еще мартышка, мне нужно 558 раз повторить одно и то же, чтобы понять, что люди действуют одинаково. Поэтому у меня, да, у меня в последний раз любовь там на расстоянии была, вот, Москва-Минск, и ему было, по-моему, 25. Да, мне было... Я еще тогда говорил, ты такой взрослый, до сих пор веришь в любовь на расстоянии. Думаю, блядь, 25 лет взрослый. Ой, ребят, если вам сейчас меньше 17, вы посмотрите на меня, 35 лет, какие нахуй мы взрослые. Мы всю жизнь будем, особенно когда мы перестаем жить с родителями, мы становимся собой. Вот, и если вы видите кого-то очень взрослого, то можете смело... Я себе всегда, когда я вижу какого-то очень напыщенного, очень напомаженного человека, я все время пытаюсь представить, как там, если это женщина, там, не знаю, как она делает минет, или если это мужчина, там, не знаю, как он сидит в туалете, чтобы просто снять с человека вот эту пелену вот этого его напомаженности. Потому что, когда они приходят домой, они точно так же пукают, точно так же, там, не знаю, у них дырявые носки, точно так же они, там, разбрасывают вещи, точно так же у них есть какие-то плохие, хорошие привычки, точно так же они все делают, как все мы, только каким-то людям нравится играть во взрослых, а кому-то нравится быть собой, вот как, например, мне. Мне нравится то, что у меня вместе с фотографией, там, моя бабушка, там, Даффи, вместе с то, что в 35 лет у меня на рабочем столе, Даффи, и, блядь, это моя жизнь, я хочу, чтобы у меня здесь был Даффи, это мой любимый персонаж мультипликационный, тут у меня еще на другом шкафу, там, ушки из Микки Мауса, я ходил, встречал 35 лет в Диснейленде, чтобы вы понимали, я мечтал всю жизнь посетить Диснейленд, и в 35 лет, сука, наконец-то я его посетил, и это моя жизнь, я делаю с ней все, что хочу, я могу выглядеть, как хочу, и делать то, что хочу, и так далее, поэтому и долой, и долой вот эти все истории. Вот приехал, я красивый, и я был желан, сколько она красив. Да, и долой истории про, типа, 25, там, взрослые, невзрослые, настоящая любовь может быть в любом возрасте и произойти как угодно по соцсетям, ну, это правда очень сложно себе представить, ребята реально рисковые, Лана просто рисковая, и Олег тоже, ведь на самом деле могла же произойти такая вещь, я вот, ну, давайте представим, на секундочку, Лана могла приехать такая, навстречу, типа, нет, и развернуться, и уйти, и у Олега там, например, ни денег, ни места для жительства, ничего, вы же понимаете, что это всегда риск для обоих человек, там, да, или там, или даже если она там, они встретились, окей, поговорили, там, и нет, и, да, и человек остается один, это риск всегда для двоих, поэтому это очень смело, очень необычно, и молодцы, молодцы, ребята, что, я думаю, что мы будем еще обсуждать последствий эту тему, давайте пока посмотрим дальше. И такая все приятная, добрая, слушайте, смотрите, я увидел здесь балкон ваш, да, и вот приехал, пришел сюда, и такой пахнет дачей, такой бабушкин дачи, скажи, пожалуйста, о какой ты ориентации сам? Бисексуал. Бисексуал, да. Снимался ты когда-нибудь в реальте? Нет, в реальте я не снимался, это мои первые съемки, то есть... По поводу ориентации. Я всю жизнь боялся общения с бисексуалами, просто потому что... просто потому что... мне казалось, что это слишком большое... То есть ты и так, условно, человек может уйти от тебя тогда, а тут еще в два раза больше у него выбор, куда он может уйти, да, или может сегодня он начнет скучать, просто у вас отличные отношения, но сегодня он начнет скучать по... по... именно по женским, да, особенностям, да, человеческого тела, и... вот, но на сегодняшний день я считаю, что... я сам не могу быть на 100% уверен, являюсь ли я только геем, может быть, я бисексуал, потому что я настолько себя загнобил в рамке, у меня была всегда такая вот эта подростковая сама... я всегда был очень, типа, либо так, либо никак. У меня была такая история, меня подруга заставила выкурить сигарету, я как-нибудь про это расскажу, и, в общем, после этого я подумал, что раз я уже покурил одну сигарету, значит, я... ну, все, я, типа, проклят на всю жизнь, я теперь могу уже, типа, каждый день курить. Ну, то есть, и мне моя вот эта подростковая вот эта вот история про то, что либо так, либо никогда, я выбрал, типа, я буду с парнями, и, значит, больше никаких девушек не будет. Хотя точно могу сказать, что девушки мне нравились. У меня... я встречал в своей жизни, я помню их трех девушек, всех их трех я встретил в общественном транспорте. У меня... я смотрел на них, и я был... я возбуждался. Я прям чувствовал, что я возбуждаюсь, и мне хотелось прям подойти, познакомиться, предложить встречаться. Но я никогда на этом не решался. Я думал, что я испорчу девушке жизнь, типа, то, что я там... я точно знал, что я никогда не перестану встречаться с парнями. То, что все девушки хотят семью, и я тоже хочу семью, но как же я... я что, буду ей изменять? Нет, я не буду. В общем, я от парней отказаться не смогу, поэтому сейчас 2023 год, и я понимаю, что это полная хуйня. То есть, может быть, девушка сама будет не против там того, что у нее будет парень бисексуал, может быть, она сама будет не против там и отстропонить его, и третьего парня пригласить, и там и пару пригласить, и еще что-нибудь. То есть, мы своими страхами часто себе, вместо того, чтобы поговорить друг с другом, что нам нравится, что нас устраивает друг в друге, ставим себе какие-то огромные рамки, и... ребят молодцы, конечно. Ребят молодцы, и... если, в общем, у вас есть подробности, какие-то более подробные вопросы на темы, которые я освещаю, вы пишите, пожалуйста, в комментах, потому что очень о многом хочется поговорить, но видео, видите, не резиновое, уже 50 минут, а мы продвинулись еще на 6 минут только за все это время. Ну, у меня были еще съемки в сериале, это второстепенная роль, это было в Киеве, вот. То есть, ну, такая небольшая практика в плане вот, что такое съемка, ну да. Я, кстати, тоже снимался в реалити, точнее, не снимался в реалити, но готовилось одно реалити, о выживании на... Это не последний герой, новое, но это оказался развод, и, в общем, я когда-нибудь про эту историю расскажу. Но хочу поучаствовать, я тоже хочу поучаствовать, в нормальном, классном, крутом реалити. Кто-то мне говорит, что вообще, в принципе, моя жизнь уже, вот этот блог, это уже, в принципе, является реалити, но ты же понимаешь, что реалити под собой несет какие-то бюджеты, там, вложения в продвижение, там, да, и так далее, и так далее. То есть, это не совсем все-таки в моем понимании то самое реалити, в котором бы я хотел участвовать. Но реалити, это, ну, конечно, в первую очередь, то есть, ну, для меня это новый опыт, это интересно, и я думаю, все получится круто. Но ты, получается, в Яну именно как-то влюбился. Это все впереди, типа, вот это чувство. Мы договорились о том, что, ну, как бы, если нам друг с другом комфортно, если нам классно время проводить вместе и так далее, нам не нужна вот эта какая-то, ну, больная химия, нам просто классно вместе, и... Мы вдвоем искали взрослых отношений. Да, партнерские взрослые отношения. Слушай, я вот здесь вот недавно совсем увидел по... Не совсем понимаю, что имеется в виду, что я влюблюсь, это еще все впереди, но мне кажется, что здесь просто, наверное, ребят больше поставили в... застали врасплох эти вопросы, потому что, мне кажется, в первую очередь всегда это какая-то влюбленность, а потом уже серьезные партнерские взрослые отношения, потому что сначала все равно, как бы, ты понимаешь, что такое, у тебя у вас произошла какая-то химия, там, да, и дальше вы уже каким-то образом двигаетесь. Может быть, я сейчас не прав. Но пока у меня мой опыт подсказывает мне такую... такую... такую развитую событию. В своем сообществе сообщение, что Петрова развлекается своим новым возлюбленным. Если ты не против, то есть я тебе покажу. Да, да. То есть нашли твой инстаграм, то есть нашли твои фотографии и также подписали, то есть... А, ну они уже, ну, молодцы, сами все делают, типа... Как же ты понимаешь, что люди, как бы, ну, берут и могут найти любые данные, которые могут узнать о тебе? Мне абсолютно все равно, кто что будет думать, как бы, ну, это было бы глупо, вот, как-то волноваться по этому поводу. Потому что, ну, если люди хотят как-то захейтить, что-то, ну, как бы, они это сделают, если они хотят, там, доебаться до чего-то, они не обязательно доебутся, что-то найдут и будут, как бы, хейтить, как бы, ну, собираюсь как-то пятаться, там, в угол каком-то от всех, там, что-то, ну, жить не так, как я хочу. Ну, говоря про Олега, на самом деле, вот, не обращая внимания на то, что он сексуальный, красивый и прочее, на самом деле, чем он меня зацепил, еще в переписке тем, что он очень умный, он очень воспитанный, он не написал ни одного матного слова за несколько месяцев нашего общения. Он меня реально зацепил. И когда мы с ним познакомились в жизни, наша первая встреча, как прошла, я поняла, какой это просто милый, нежный котик, ну, все. Я поняла, что... Про... Про что? Про что? Про ППП. Про то, чтобы данные какие-то разыскать в интернете о любом человеке сейчас действительно там можно. И когда-то я даже занимался такой херней, что удалял о себе весь компромат. Вообще, у меня был музыкальный проект, я продолжаю сейчас заниматься музыкой, но сейчас я уже не скрываю свою ориентацию. У меня были вот эти все типичные истории, как у всех других артистов, которых вы знаете, я не буду заниматься аутингом. Тоже снимал эти клипы там про любовь парня и девушки. Какое-то время я пытался в своих песнях не делать, не указывать женский пол. И какое-то время мне удавалось это как-то на грани проходить это все, не указывая пол, чтобы там никто не понимал про кого эта песня. Точнее, чтобы если меня кто-то упрекнет в том, что это ты гей, а что ты поешь про девушек, чтобы у меня всегда было «А я не гей, это ты так понял». В смысле, «А я не натурал, это ты так понял, я никого не обманывал». Но потом я тоже включился в эту игру, начал писать в текстах женский пол, значит, снимать клипы там, где история любви парня и девушки. С другой стороны, конечно, это всегда можно сказать, что я был в образе, но давайте честно, я хотел просто быть таким же, как и все, и всю жизнь посвятить свою полному вранью, всю жизнь врать всем, 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 просто потому, что тебя внуждает к этому общество, потому что ты просто не сможешь выжить, если ты будешь открытым геем. И поэтому вот это еще одна из причин, по которой я не понимаю гей-пропаганду, потому что она заставляет людей просто создавать токсичное общество, в котором геям приходится врать, а другим людям приходится им верить. В общем, это все не очень приятно, но я хотел сказать это к тому, что я бы удалял там какие-то свои старые посты, вычистил свои соцсети, постоянно что-то, все провокационное там удалял, в итоге осталось то, что ничего не осталось, и остался я там какой-то серой, безликой мышью, без своего прошлого, со спрятанными какими-то своими личными вещами, которые бы мне сейчас хотелось бы почитать, а каким я был там в 2008 году, например, о чем я думал, какие мысли меня беспокоили. Это сейчас можно посты скрывать там в ВК, а тогда, когда я это все чистил, я это удалял, и, короче, мне очень жаль. И сейчас, когда я уже веду открытый образ жизни, мне бы очень хотелось, чтобы кто-то разыскал что-то обо мне старое и показал бы мне, как я жил, и я бы даже смог бы что-то об этом сказать, потому что жизнь была не самая простая, но я горжусь тем, какую работу я сделала над собой для того, чтобы оказаться здесь сейчас, в этом месте. Он меня зацепил, из-за нашего общения. Он меня реально зацепил, и когда мы с ним познакомились в жизни, наша первая встреча, как прошла, я поняла, какой это просто милый, нежный котик. Я поняла, что я хочу попробовать с Олегом построить реально что-то серьезное, и я уже давно мечтаю о семье, я мечтаю выйти замуж, я мечтаю о ребенке, я надеюсь, что у меня это получится построить с Олегом. Патя, наверное, в матке сейчас поеду, окей? А, то есть ты хочешь? Во-первых, видно, абсолютно очевидно, что Милана влюблена, и это очень чарует. Другое дело, что есть небольшое какое-то такое переживание за то, что в Милане уже было много опыта. Я не знаю, сколько опыта было у Олега, но я немножечко, как такая курица-наседка, немножко переживаю, типа мол, а готов ли сейчас Олег к семье? Потому что я честно скажу, что если бы меня спросили в 16 лет, готов ли я к семье, я бы сказал да, да. Если бы меня спросили в 22, я бы сказал, что, ну, наверное. В 27 лет я понял, что мне нужно заработать сначала так много денег для того, чтобы эту семью содержать, а сейчас в 35 лет, когда мне уже 35, я такой думаю, я даже, я боюсь собаку даже завести, потому что я понимаю, какая это ответственность, потому что тебе нужно там за ней ухаживать, нужно ее, ну, как бы, ее дрессировать, нужно с ней гулять, уделять ей время, мне на себя не хватает времени просто, на себя, на свою жизнь. А тут еще ребенок, еще ответственность, семья, это же на так много нужно будет, от чего отказаться. и поэтому я просто хочу пожелать ребятам мудрости, как-то прийти к какому-то консенсусу, к тому, как им построить свою дальнейшую жизнь, может быть, не торопиться, правда, и с детьми, и с браком, потому что в 21 год очень легко прям пожениться и детей завести. Кстати говоря, я вот смотрел как-то интервью Стины Канделаки, она говорит о том, что хорошо, что она, типа, сделала это тогда, что она рано родила ребенка, это позволило, сейчас у нее есть, типа, уже подруга выросла, это я смотрел еще до того, как она выступала на всех этих Z мероприятиях. Без кавычек Z. Короче, но я знаю то, что, возможно, если бы я завел ребенка в 16 лет, если бы я не был геем, я, правда, если бы я не был геем, у меня бы 100% было трое детей, это вообще как просто пить дать. Потому что мне всегда с детства говорили, что чем больше детей, тем лучше, там, трое будет у тебя. И я всегда, у меня была какая-то модель такая, у меня будет трое детей. И у меня молодые родители, там, им, типа, маме 17 было, когда она забеременела, папе 19. И когда я появился в 17 лет, маме было 18, папе 20. Я думаю, и у меня даже, то есть у меня, а у меня еще раньше будут дети, потому что я хочу, чтобы у нас была минимальная разница, чтобы мы вообще были как друзья, как братья, как лучшие друзья с моим сыном. И поэтому, я вам клянусь, я тогда у меня, моя голова не понимала, сука, Серега, а за что, за какие шиши ты будешь их одевать, кормить, вообще, что, почему вот, когда взрослые требуют детей, почему они не говорят тебе о том, что это ответственность? Ну, собственно, мои родители расстались рано, и отдали меня сначала бабушке, а потом вообще хуй забили, но я понимаю, что будучи я там натуралом, да, и с моей гиперсексуальностью, которая у меня была в 16, я сейчас там, а в 16, ой, короче, я мог наделать столько ошибок, и мог просто похоронить свою жизнь, потому что когда-то у тебя есть дети, я понимаю, что у Миланы есть деньги для того, чтобы там оставлять их няням, их воспитывать, растить и так далее, у меня таких денег не было, но тем не менее, это всегда очень важный шаг, и тут я могу лишь просто обратить на это внимание, мне было бы очень интересно с ними вдоем об этом поговорить, потому что я сейчас тоже хочу завести семью, и всю жизнь мне рассказывали про то, какие там, как может, как вы себе представляете семью между двумя, ну как два мужчины растят, блядь, да конец, и я самое интересное, что это ёбаная пропаганда, она работала, я думаю, ну как могут два мужчины воспитать, а то, что меня воспитывала бабушка одна, там, да, и мама там раз в неделю приезжала, там, до тринадцати лет моих, там, как, да, есть шутка такая, меня воспитывала, там, однополая семья, бабушка и мама, это как бы, типа, не считается, да, ну короче, это, и ты вот растешь с этим огромным количеством хуеты, которые тебе засовывают в голову, какой-то, какого-то бреда, и ты с этим вырастаешь, и сейчас я понимаю, как меня всю жизнь обманывали, как меня всю жизнь пытались сказать мне, что я недостоин, то, что я там грешник, вот эта вот вся история, то, что как двое мужчин могут, да, охуенно они могут воспитывать детей, потрясающе, с любовью, с заботой, с ответственностью, потому что они сделали этот выбор осознанно, да, создали семью, и усыновили, там, завели каким-то образом детей, они залетели, и так далее, поэтому, ну, иногда и по залету, в общем, бывает прекрасное, там, да, прекрасное отношение с ребенком, тем не менее, и забота о нем, в общем, хочется просто сказать о том, что, ребят, может быть, там, я желаю, короче, давайте, нет, я вам желаю, чтобы все ваши мечты о совместной жизни, о детях сбылись, и чтобы все у вас было классно, так, как вы хотите, вот, я вам от всей души тоже желаю. Да, надо поесть, ты хочешь есть? Хочу. Вот, и, блядь, свинья. Никита, ты с собой. А что за завтрак ты хочешь приготовить? Ты хочешь своей возлюбленной? Яичницу, то есть ничего такого тяжелого, потом уже победа нормально. А, яичницу, вот это завтрак, блядь, я не хочу яичницу. Амулет, слышишь? Яичницу не хотят. А, что хотят? Что-нибудь соленое, без яиц, тосты можно делать? Да, можно тосты сделать. Я пошел. Я отправил Олегу в магазин, и он начал капризничать, Олегу 21 год, и он часто ведет себя, как капризный ребенок. Я стараюсь его, конечно, усмирить разными методами, но не всегда это получается. А, можно твой телефон? Зачем? Такси вызывать, у меня приложение загнулось. На что мы хотим завтракать? Тосты с чем-то, типа, я что-то придумаю. Рыбу красную любишь, кстати? Вот, сделаем. Все, пока. Ну, вот этот эпизод мне, конечно, не очень понравился, потому что, я, конечно, понимаю, с одной стороны, это честно, вот рассказали о хорошем, типа, классный секс, классное отношение, классная забота, и тут же начинаются сразу упреки в отношении Олега, типа, вот он ведет себя так-то, а тут вот, дай мне свой телефон, и зачем тебе мой телефон? Как-то вот, очень большой контраст, и хотелось мне сказать о том, что я вот все-таки за это время, ни разу не обратил внимания на то, чтобы Олег кого-то критиковал, или там говорил что-то про Милану, поэтому мне хочется все-таки обратить внимание на то, чтобы они друг с другом эти решали вопросы, и я понимаю, без выноса ссора из избы не будет шоу, но хочется пожелать ребятам, чтобы они свои личные, ну, вот эти вопросики, там, как-то, в общем, я надеюсь, что они это все обсудили, договорились, я тут, как бы, просто зря переживаю, да, но не могу об этом не сказать, а вдруг, вдруг это важно. Скоро. Олег, можешь еще бутылочку вина купить? Бутылочку вина? Белого вина, да. Белого вина. С полусухой. Да? Да. Честно, мы вообще не готовим завтраки, мы не готовим ужин, мы постоянно заказываем доставки, но я подумал, что для реальти это будет очень милой. Конечно же, я отметил, что Олег знает любимое вино Милана, я не знаю, сколько времени они проводят вместе, сколько вина они выпивают, но это, это очень приятно. Такие детали маленькие, казалось бы, мелочи приятные. Ну, приготовим что-то совместно, к тому же Олег мне обещал приготовить, Олег, ты смотришь, ты мне обещал приготовить, что-нибудь вкусное, ты умеешь готовить, но как-то вот мы живем уже почти месяц, и ничего Олег мне не готовил, мы только заказывали доставки. Ну, к слову говоря, насколько я вижу, что теперь Олег постоянно Милане что-то готовит, и я надеюсь, что они, вот, это правильно, вот, я поддерживаю, когда тебе что-то надо от человека, вот, брать и высказывать ему в лицо. Я не знаю, там, то есть, вот сначала, скажи это лично человеку, а потом в реалити, да, чтобы это было по-здоровому, чтобы это выглядело как здоровые отношения, сначала скажи, типа, Олег, ты мне обещал, пожалуйста, я тебе напоминаю, да, а потом, можно это уже как в качестве пиар-повода озвучить в реалити, я надеюсь, что именно так у них и было, это очень приятно, мне, мне, как говорится, кто, как кто угадает то, о чем ты думаешь, чего тебе не хватает, если ты сам об этом не скажешь. Блин, я хотел яичницу приготовить, но все равно я приготовлю, типа, и просто я делал, все равно красную рыбу нет. В магазине я купил яйца, купил молоко, сырые зелень, я вот увидел, да, вот этот момент, хотелось мне тоже прокомментировать, что, Олег, было видно, что когда Милан сказал, что не хочет яичницу, он что-то расстроился, просто было такое ощущение, как будто он хотел все-таки сам себе приготовить, и Милане заодно, то есть, это было больше желание его приготовить себе, ну, я думаю, что он, короче, отношения, это все-таки, там, не только про себя, но и про партнера, тем более, если вы договорились, что так будет, поэтому, здесь моя, мне только там, маленькая ремарочка, да? Красную рыбу, решил приготовить, скрэмбл и сэндвичи, короче, проблема, на вино не хватит, не проблема, я потом скажу, или закажем, закажем. Сапирин? Нет, не все, все-таки нужно было еще денег, и у меня нет, работал, мы пешком встречались, я же сказал, кстати, ну, так, я сейчас все достану, да, чемпион, завтра, но еще сразу, в душ, потом вернусь, вот, в душ. Ну, конечно, я пока нашел, я вспотел в беде. Сейчас, пока ты в душ, я тебе сама сделаю. Ты сделаешь тосты? Да. А я тогда себе сделаю. Хорошо. Ну, ладно, попробуй, окей. Ну, в общем, мы пришли к тому, что по итогу Олег и сделал себе этот омлет, который он и хотел, вот, наверное, тут, тут абсолютно как-то, я не знаю, тут это все-таки был спланированный эпизод, не спланированный, тут было как будто бы видно, что там, Милана разочаровалась в том, что вот она как-то хотела все-таки получить этот завтрак, а в итоге он там, типа, пошел, пока поехал в магазин, пока пошел в душ, там уже человек успел проголодаться наверняка, да, поэтому, не знаю, я пока воспринимаю это как постановочный эпизод, но стоит, да, тут Олегу, наверное, стоит обращать внимание на то, что там, типа, где твои желания, где желания партнера. Ну, тут они как-то из этой ситуации вышли, вышли как-то с позитивом потом. Когда мы начали готовить завтрак, я поняла, что, блядь, эти руки не предназначены для вилки, ножа, я, сука, не умею это делать, мне все похуй. Я до сих пор не клянусь, я не понимаю, как, 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 с такими длинными ногтями ты, там, что-то печатаешь, я не знаю, в общем, надеюсь, что-то удобно и к этому быстро привыкаешь, для меня это, конечно, очень, очень, очень непривычно, очень непривычно, и было понятно абсолютно, что Ланна решила приготовить для реалити, все с удовольствием посмотрели на то, как она это делает с ногтями, в общем, она немножко развлекла аудиторию, и все счастливо, довольны. Я готов заплатить сколько угодно, вы мне, пожалуйста, приготовьте, измена берите, я, в принципе, уже много лет не убираюсь с самого дома, не готовлю себе, и последние несколько лет даже не стираю свои вещи, то есть за это ответственны совершенно другие люди. Да, многие из вас этого не поймут, но, поверьте, существуют такие люди, как я. Написано. Я вот на эту тему хочу поговорить, кстати, потому что, по-моему, это охрененно, когда ты экономишь свое время, я, например, много лет там готовил сам себе еду, постоянно, с последнего года я начал заказывать себе доставку зожной еды в прошлом году, то есть у меня была доставка 5 раз в день, у меня было там сбалансированное питание, за меня придумывали все меню, мне это привозили эти пакеты, я открывал, я кушал, каждый день было что-то новое, все это было зожное, все калории были посчитаны, охуенно, я за это плачу деньги, я знаю, за что я плачу деньги, и когда ты начинаешь считать, сколько денег ты тратишь на продукты в месяц, а потом еще начинаешь складывать, сколько часов в месяц ты тратишь на приготовление, ты понимаешь, что это очень круто, я сэкономил, я не просто, то есть я ем, то есть когда я готовил сам, я все время там, у меня было два зожных рецепта, я их постоянно, два одинаковых меню готовил, у меня из-за того, что я был постоянно занят, не было времени искать новые рецепты, все нормальные люди, которые имеют, понимают, которые знают, что такое весь, всю субботу потратить на уборку дома, а потом, я там, я с коллегами разговаривал на эту тему, у меня коллега говорит, я всю, там, типа, я плакала, типа, я проплакала всю субботу, ну, там, типа, убрала дома, и всю ночь плакала, потому что у меня не было просто выходных, сейчас снова хуячит идти на работу, а ты можешь, там, заплатить этих, там, 30 долларов, тебе уберут весь дом за это время, и, и ты свободна, и счастливая, и пошла гулять, хули, там, кто скажет, что ты, там, типа, бездельница, безрукая, и так далее, в этот момент Милана зарабатывает деньги, пока, пока вы, там, потратили два часа на магазин, потом полтора часа на готовку, еще, там, час придумать рецепт, ну, или давайте, окей, мы по готовому рецепту готовим, там, да, выходные убрать на, точнее, на уборку, в итоге вы злые, заебанные, все надоело, все одинаковое, когда же это все закончится, да, вы находитесь в этом состоянии, а тут, а ведь в этот момент вы можете отдыхать, зарабатывать больше денег, там, проводить время, которое вас потом вдохновит и подарит вам любовь, заботу, и так далее, короче, не то, что любовь и забота, а вдохновение и силы на будущий день, и силы на то, чтобы зарабатывать еще больше денег, для того, чтобы помочь тебе сделать еще больше комфорта, поэтому, ребят, включите, пожалуйста, свою голову, когда вы, там, херачите, убираете, вот это все, подумайте, что вы можете в это время сделать для того, чтобы заработать деньги, на то, чтобы заплатить какие-то, там, 30 долларов на какой-то клининг, который за вас придет, все сделает, и вы будете свободны целый день, и подумайте, стоит ли этот день уборки, для того, чтобы, или, там, вот это два часа после работы, вы приходите, там, в 7 часов вечера с работы, два часа вы херачите, а потом жрете еще, прошу прощения, ну, это получается так, на ночь, и ложитесь еще спать, к тому же, да, когда вы, вам могли бы все это привозить, там, на работу, вы могли покушать вовремя, по часам, в 6 часов вечера скушать, здесь принять, сделать последний прием еды, и прийти домой, и, там, или поехать куда-то в кино, погулять, встретиться с кем-то, я, я считаю, что это охуительно, так, ребят, у меня очередной, очередной выпуск, мы заканчиваем сейчас, у меня через полчаса встреча с адвокатами, по моему миграционному кейсу, я подаюсь на убежище в США, как гей, и участник протестов против фальсификации выборов и против нарушения прав человека в Беларуси, и сейчас вот нахожусь в стадии создания кейса своего на убежище, мы с адвокатами, я нашел бесплатных адвокатов, кстати, ребят, если вам кто-то говорит, что для того, чтобы переехать в другую страну, нужны деньги, пожалуйста, посмотрите мой блог, я там рассказываю о том, что без денег можно переехать в другую страну, там, найти организацию, которая поможет вам с деньгами, с питанием, с местом жительства, потом вы сможете найти бесплатного адвоката, и все это в Америке существует, и еще получать выплаты от государства на жизнь в первое время. Посмотрите, пожалуйста, мои блоги, там все об этом есть, и добро пожаловать к вам на канал, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, мои соцсети внизу, пишите, пожалуйста, комменты, чтобы я знал, что вас интересует, о чем поделиться, о чем рассказать, а мне пора, вот у меня осталось как раз-таки полчаса, чтобы приготовить еду, успеть поесть, и начать встречу, так что продолжение следует. Делитесь обратной связью, рассказывайте, что вам там понравилось. Все, пока-пока.